Добрый вечер, уважаемые телезрители, любители анекдотов и веселых историй. Вот, как всегда, пятница. И снова мы с вами, и снова постараемся порадовать вас веселыми анекдотами. Если ваш муж сильно психует, дайте ему просроченную простоквашу. Пускай психует в другом месте. Официантка стоит за барной стойкой, и на ней постоянно смотрится молодой человек. Она на нее подходит и говорит, молодой человек, что вы так на меня все время странно смотрите и молчите? Вы что, не мой? Еще пару рюмашек, и я ваш. Мама, расскажи мне, скажи, спи, доню. Завтра вранці прийде татко и расскаже нам обоих. Аналогичный случай. Ребенок в постели, не хочет засыпать, вечер. Мать говорит мужу, слушай, дорогой, может мне спеть ей что-нибудь? Ну зачем ты так сразу? Попробуй сначала по-хорошему. А вы знаете, вот почему корова гадит лепешкой, а коза горошком? Нет, не знаю. Вот. Вы даже в дерьме не разбираетесь, а в политику лезете. Главная кадровая проблема Путина в том, что он назначает на должности верных, а спрашивает с них, как с умных. Моисей вывел свой народ из Египта. Путин на этом не остановился и вывел свой народ еще и из Турции. Мне когда-то бабушка говорила, нет, это не брюки так сидят, это так картошка лягла. Старый бик стоит у столи и рассказывает молодому. Вот это говорит, дивись. Вот это говорит, бачишь, он говорит, если нет клейма на боке, то это телечка. Молодой бик головой махает. А если есть клейма, то уже корова. А если нет, куда клейма ставить, то это говорит наша доярка Маша. Сидят трое немых. Двои из них так активно жестикулируючи, ніби разговаривают между собой. А третий сидит, мовчкий, пасивный, не звертает на кого увагу. 10 минут, 15 минут проходят. И тут ци двои питают у него, чого ты такой сумный, показывая руками. А он, не может говорить, руки болят. Пытают, а чого? Там вчера на свадьбу ходил, весь вечер спевали. Врач говорит больному, сегодня примите вот эти две таблеточки, а завтра, если проснетесь, еще две. Мужик снял девушку в ресторане, шикарный стол, шампанское, икра. Он говорит, поехали ко мне, едут, ночь, зима. Он сворачивает в парк, достает пистолет. Говорит, раздевайся. Разделась, вылазь и лепи снеговика. Ну-то вышла, слепила снеговика. Залазь, одевайся. Едут к нему домой, шикарный стол, такой же секс. Потом он ее отвозит, куда она просит. Едут уже к ней, она говорит, ну зачем, зачем надо был этот снеговик? Я б тебе и так дала. Понимаешь, Жаря, дорогая? Стол, шампанское, икра, это все забудется. А снеговик никогда. Когда депутаты Российской Госдумы говорят, что Европу заполонили геи и педофилы, я им верю, ведь там обосновались их дети. Жизнь не развивается по спирали. Доказано гинекологами. В слезах Сара с упреком. Зяма, ты знаешь, почему я плачу? Хочешь, я тебе скажу? Нет, не надо, у меня столько денег нет. Паручик, вы трус и подлец, и я вас вызываю на дуэль. А я не приду. Почему? А потому же я трус и подлец. Пап, а земля, она какая? Земля, сынок, она шарообразная. Мама так обижена. Мог бы в качестве примера показать на мяч, а не на меня. Сын привел трех девочек домой. С мамой знакомит, говорит, а догадайся, какая из них моя невеста? Она говорит, вот а с краю. А как ты так догадалась сразу? Она только вошла, меня сразу бесить стала. Мать бронит дочь. Я тебе запрещаю так поздно возвращаться домой. Тебе же только 17 лет. Вот я в твои годы. Дочка, знаю, знаю, дома сидела. Да, сидела дома. Так сидела, потому что мне было пять месяцев. До каких пор Россия собирается продолжать бомбежки в Сирии? До 100 долларов за баррель нефти. Кто сказал, что мы только кнутом воспитываем? Мы, если что, можем и пряником так звездануть? Приглашение на свадьбу от еврейской мамы. Мы, с сожалением, приглашаем вас на свадьбу. Моего превосходного сына, врача с какой-то голодранкой, имя которой я не запомнила. Самая большая трагедия в истории нашей семьи состоится в четверг в 9 часов вечера. А теперь-то я же отбывал осипись о свадьбе. Алло, алло, а Наташу можно? Не, она в роддоме. О, а что случилось? Надо же, такую страшную куклу на эту свадебную машину поставили. Тише, эта невеста в люк высунулась. Пришла маленькая девочка из садика. Папа спрашивает. Ну шо, у вас в садике уже топят? Она, нет, папа, пока только в угол ставят. Наташа, Наташа, выходи за меня замуж. А ты мне большое кольцо, такое золотое, с большим бриллиантом подаришь? Да, лихо ты меня, Наташа, нахрен послала. Собрались пять лучших подружек. А поговорить не о чем, потому что все собрались. Бабушка стала подозревать, что внучка в Москве работает совсем не учительницей, после того, как та за полторы минуты подоила корову. Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру. Не включайте свет, сказал Мюллер. Шаббат, подумал Штирлиц. Завстречаются две подружки. И одна двиня говорит, ой, Наташа, ты так похудела, у тебя какая-то, может быть, своеридная диета. Она такая, ну да, морква, картопля, буряки. Да жарящие, чистые римы. Та не, копаю. Мам, дай еще и рисок. Попа слипнется. Да не бойся, я их в рот положу. Вот это вот от усталости. Это от нервного срыва. Это от депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. А кроме водки у вас что-нибудь другое есть? Пару недель назад моя жена в какой-то акции выиграла упаковку прозервативов светящихся. Ну, попробовали использовать. Честно скажу, плохо получалось, ну, потому что смешно было. А когда она меня попросила, милый, посвети мне вот здесь, я вообще под диван упал. СМЕХ Мы в детстве болели гораздо реже, чем нынешние дети. И я вот думаю, что же было лечебным? Смола с вишен, зеленые абрикосы с яблоками или кисленькие жопки муравьев? То, что выбирают на избирательных участках, продается во всех аптеках. АПЛОДИСМЕНТЫ Софочка, вы знаете, мой зяма так и бросил пить и мне изменять. Давно? Ну, вот через два дня будет год. АПЛОДИСМЕНТЫ Человек дружине каже, ну, кае так, кухана, курить я уже кину, пить теж уже кину. Ну, вот, настав час подумать и про тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А что тебе подарить на день рождения? Один большой подарок? Или много маленьких? О, много маленьких. Хорошо, подарю тебе семечки. АПЛОДИСМЕНТЫ Парень катается с девушкой на лодке и говорит ей, ты знаешь, я, конечно, не очень люблю быстродоступных девушек, но ты учти, я лодку взял на один час на прокат. АПЛОДИСМЕНТЫ Разговор в детском садике. Вовочка говорит, Юль, а ты, я смотрю, баба горячая. А Юлечка маленькая, не знаю, но когда с горшка встаю, пар идет. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма самое чудесное место на земле, где сидят талантливые, образованные люди, крепко любящие своих мам. АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера всем двором наблюдали, как соседка со второго этажа на протяжении трех часов уговаривала своего кота слезть с дерева. Последняя фраза убила всех. Ну тогда, блин, прекрати орать, вей гнездо и спать ложись! АПЛОДИСМЕНТЫ Как говорила тетя Роза, не так тяжело завоевать мужчину, как потом кормить его каждый день в плену. АПЛОДИСМЕНТЫ А в нашем союзе был один нормальный мужик, и того в армию забрали. А шо, відкосить не змег, чи шо? Так, відкосившись, и забрали. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как, на личном фронте, я дезертирую. АПЛОДИСМЕНТЫ полицейский обращается к малолетней проститутке, говорит, ну шо ж ты делаешь, ну как же тебе не стыдно? Если б увидела тебя мама, шо бы она б тебе сказала? Убила б нахрен, это ее территория! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вася, скучно мы с тобой живем. Никуда не ходим, нигде не бываем. Ладно, Люська, молчи, завтра пойду ведро выносить, с мусором тебя возьму. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В конце концов, у инопланетян, которые похитили пьяного русского, нервы не выдержали. И они таки дали ему порулить. АПЛОДИСМЕНТЫ Папа, а зачем нужно учиться? Для того, чтобы получать знания, сынок. А зачем нужны знания, папа? Сынок, за тем, чтобы ты потом мог сказать своей жене, ЗАТКНИСЬ, ДУРА, Я И БЕЗ ТЕБЯ ЭТО ЗНАЮ! Семен Маркович, как часто вы соглашаетесь с мнением вашей жены? Никогда! И шо по этому поводу думает ваша жена? Она об этом не знает. Футбольный мастер, комментатор, запитывает в иншого комментатора, и говорит, коллега, ну скажите мне, как вам гралось с того футболиста? Вин, вы шо? Вин грает просто, как Моцар. Так Моцар же футбол не грает. Ну так и я же об этом. На потолке висят две летучие мыши, одна спрашивает, скажи, а когда у тебя был самый плохой день в твоей жизни? О, это, наверное, был тот день, когда у меня был понос. Скажите, пожалуйста, почему вы отдыхаете вот всегда, постоянно в Сочи? Как? У меня столько там друзей. Наташа Иванова, Люда Петрова, Таня Сидорова. О, да вам хорошо живется. Да не скажите, врагов тоже хватает. Саша Иванов, Коля Петров, Саша. Муж, ну, в хлам просто, приползает домой с гулянки. Утро, серело, жена уже с метелкой стоит, двор подметает. Муж на колени упал, родная, ну, прости, ну, последний раз, не улетай. В знак протеста против легализации однополых браков в России сожгли 745 флагов США и ни одного паспорта с американской загранвизы. Сегодня вечером мне бы хотелось чего-нибудь такого доброго, светлого, нефильтрованного. Только что вышла Камасутра для евреев. На каждой странице комментарий от еврейской мамы. Мати разговаривает с дочкой и говорит доцю, ну, скажи мне, ты вот учишься в училище, учишься на повара. Вот вам дозволяют есть то, что вы готовите? Мама, заставляют. Это будет трудная ночь. Не все доживут до рассвета. Люска, блин, закрой холодильник, эти котлеты на завтра. Равиль, в ресторане подзывает официанта. Молодой человек, скажите, что за прелесть я только что ел? О, это наш шеф-повар. В гранатово-коньячном соку пять часов тушил прекрасный кусочек свинины. Ой, а можно я у вас не спрашивал? Ну ты чё, Хазмун Новый Год нашёл? Или ты опять будешь как лошара с родителями праздновать? Мама, ну чё ты начинаешь? Никак не могу понять, какого хрена пешеходы уверены в исправности тормозов на моей машине больше, чем я? Скажите, у вас есть что-нибудь по психологии воспитания детей в возрасте от пяти до двенадцати? Конечно, есть. Ремень кожаный в хорошем состоянии. Фимочка, сыночек, ты знаешь, ты нам больше, пожалуйста, не звони. Почему? Ведь знаешь, ты когда вчера ушёл, у нас пропали ложки. Мы потом, конечно, их нашли, но остаток остался. На первом побаченні девчина, хлопцы говорят, «Кохани, ну сегодня первое побачення, ну где твои квиты?» Я говорю, «Кохани, не переживай, у меня трусы в ромашку». Баня, полно народу, тут заходит мужик в свинцовых трусах. Все в шоке. Банщик говорит, «Слышь, мужик, я многое в жизни видал, но ты мне скажи, чтоб такого, вот по что тебе эта броня?» Ну, понимаешь, радиация, Чернобыль, хулиганы опять же. Банщик, а почему у тебя на ногах пальцев нет? «Да ты как разынка лопнула!» За мой возраст могу сказать, шо таки принца на белом коне я уже не жду, но цокоту копыт еще прислушиваю. В детском учебнике нашел задачку. У Алеши 27 сантиметров, у Вовы на 4 сантиметра короче, чем у Алеши, а у Тани на 6 сантиметров длиннее, чем у Вовы. Сижу и думаю, «Ну, с пацанами вроде все нормально, особенно с Алешей. А шо с Таней?» Сидят рядом мужик и кот. Кот спрашивает у мужика, «Слышь, мужик, что ты такой грустный?» «Да, у меня двое детей». Ну, так радоваться надо, дети, святы жизни. Представляешь, вчера моя жена тройню родила. А проблем, раздашь знакомым. Дорогой, подари мне на день рождения что-то такое, чтоб я вот легонько так ножкой нажала и стрелка «Вжик! От нуля до ста!» Весы устроят. Вот и подошла к концу очередная наша программа. Хоть нам и грустно с вами расставаться, но все-таки приходится. Но мы расстаемся ненадолго, а до следующей пятницы. Желаем всем здоровья, успехов, а главное весело провести эту неделю. Будьте здоровы! До свидания! А сейчас по сложившейся традиции и как всегда лучшая пицца в городе Каратопе от кафе САД! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова